Я очень рад за то, что мы можем с вами сегодня общаться Будем выступать вдвоем по очереди Я тоже рад, что мы можем раз в месяц, по крайней мере, посвящать наше собрание Самым важным отношением на этой земле, вы согласны? На следующей неделе нам будет 28 лет, как мы брать Я очень благодарен Богу за мою красную жену За то, что я не одинок Неженатые собирались на прошлой неделе И конференция называлась «Свободен я» Я не знаю, если бы это была конференция женатых, я бы назвал ее «Я не одинок» И на самом деле это за что я больше всего благодарен Хорошо, о чем мы с вами говорим? Я напомню, что цикл наших уроков Сейчас чуть подожду, когда вы успокоитесь после викторины Да, цикл наших уроков посвящен тому, как нам жить друг с другом В мире единственных согласия Вы живете друг с другом в мире единственных согласия? Нет, да Вот как раз для этого мы собрались, чтобы понять, как нам это делать Потому что в этом как раз заключается практика наших ученических отношений То, что Бог задумал супружеские отношения для своих детей Для учеников Иисуса Христа Это значит, что нам нужно учиться И духовность, что такое духовность, как вы понимаете? Духовность, как я понимаю, это подражать Иисусу как раз. Ну как можно подражать Иисусу, если Он был не женат? Или Он точно женой уж точно не был? Вы знаете, мы сегодня посмотрим, что Иисусу можно подражать в том, какое Он в своем сердце. И вот вопрос, который я задал себе, на который постараюсь сегодня мы вместе с нами, постараемся ответить нашим собраниям. Он звучит так. Откуда мы вообще знаем, как строить отношения друг с другом? Откуда мы знаем, как строить отношения друг с другом? Я не знаю, есть разные... Конечно, мы говорим, что правильный ответ – это Библия. Но как часто мы ей пользуемся, как конкретно в наших отношениях друг с другом? Причем не друг для друга. Слушай, жена, вот что Библия говорит о тебе. Или вот, слушай, что Библия говорит о тебе. О том, что Библия говорит о мне. Библия дала нам для того, чтобы мы могли жить как раз в мире единственных согласий друг с другом. Я знаю, может быть, мы даже, может быть, не знаем это, но мы все кому-то подражаем. Теперь даже люди, которые говорят, я никому не подражаю, они подражают тем, кто никому никак не подражает. Но это интересно задуматься о том, кому глубоко в душе на самом деле подражаем. Может быть, какие-то фильмы, может быть, родители, может быть, наши детские мечты, может, какие-то примеры, которые мы видели, или вы знаете, мы говорим, вот такими я точно не хочу быть. Вот наша серия как раз ответит на эти вопросы, что Библия говорит о супружеских отношениях. Вы знаете, обычно у нас такие семинары, они немножко по-другому устроены, они обычно тематические. Что Библия говорит о супружеских отношениях вот на эту тему, вот на эту тему. А эта серия будет немножко по-другому построена, она будет вот как организована. Мы посмотрим с вами отрывки из Библии в хронологическом порядке, чему первая церковь училась о браке. Просто подумайте об этом. Вот люди крестились, стали учениками Иисуса, и какие-то вопросы в браках возникли, не знаю, конфликты. И вот в разных церквях в хронологическом порядке интересно, через что они проходили. Потому что это то, что у нас есть. Мы все знаем, что основание для наших отношений с Богом друг с другом – это Писание. Давайте тогда посмотрим об этом. Сегодня мы с вами познакомимся чуть-чуть поподробнее с церковью в Коринфе. Вот, это церковь очень одаренных, духовно одаренных людей, но как молодых во Христе, не очень скромных и не умеющих дружно и правильно жить вместе друг с другом. И это тоже касалось их супружеских отношений. Интересно, что в первую часть послания Павел говорит о том, что все христиане должны стараться быть похожими на Иисуса. Потому что они были очень одарены, но они не знали, как им дружно с этими дарами справляться. Настолько одаренные, настолько талантливые. Я не знаю, иногда это вот как раз то, на что похожи наши молодые браки. Я помню, мы как только женились, уехали на год вести церковь, и мы были предоставлены сами себе и Библии. И потом мы вернулись, и мы поняли, что то, как мы договорились строить отношения друг с другом в мире единственной согласии, это было не совсем то, что Библия имеет в виду. Поэтому я очень рад, что мы в церкви. То есть кто-то, кому мы можем учить, у кого мы можем учиться, кому мы можем подражать. Интересно, через что церковь проходила тогда. Можно изучать Библию, посмотреть. Интересно, на слова, которые Павел там использует. И часто он использует слова в отрыв, которые мы будем изучать. Это честь, слава, стыд и позор. Интересно, это что-то, что трогала тогда Карин. Они были такие, знаете, как сказать. С очень серьезной культурой праведности в обществе, с устоями серьезными, с очень сильным общественным мнением. Поэтому для них слово чести или кодекс чести был очень важен. Я не знаю, на кого это похоже. Может быть, на меня немножко на Советский Союз, которым я вырос. Подожди, советский человек не должен так жить. Или я не знаю, на какую-то японскую культуру, когда можно лучше умереть, чем обозориться, сделать себе характери и так далее. Немножко похоже, чтобы вы понимали, как бы церковь, с которой мы с вами сегодня будем знакомиться. Вот как они жили тогда. Но даже тогда, вы знаете, идеи сексуальной революции, эмансипации, феминизма были тоже актуальны. Потому что тогда возникла идея женщины Нового Рима. То есть вопрос звучал так, а что это я вдруг должна? И вот мы посмотрим отрывки, которые говорят о том, что надо ли вообще женщинам на собрании покрывать свою голову. Ну это вообще пережитки прошлого, о чем речь. Ну вот как раз вот об этом мы и поговорили, вот про эти веяния. О том, что надо быть современными, звучало во все времена. И как нам быть современными, как нам прогрессировать, и как нам не уходить от истины. Мне кажется, это как раз вот то, чему послание Коринфянам нас и учит. Давайте откроем наш первый отрывок. Это первое послание Коринфянам, 11 глава. Здесь будет текст с первой по второй стихи, 16. Мы посмотрим с вами обрамление отрывка, который мы сегодня изучим. Вот это начало. Павел говорит, будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что все вы мое помните и держите предание так, как я передал вам. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая. Не церкви Божьей. Дальше. 14 глава, 36-38 стихи. Разве от вас вышло Слово Божье? Или до вас одних достигло? Или кто-то почитает, если кто-то почитает себя пророком или духовным, то да разумеет, что я вам пишу. Ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Я не знаю, как вы слышите этот дух. То есть звучит, как у людей было сильное мнение там. И Павел тогда очень скромно пытается вернуть всех в Писание. Откуда мы берем наши убеждения на самом деле? То есть мы знаем все ответы, откуда мы должны брать. Но вы знаете, в браке иногда мы даже не замечаем, что мы подражаем совсем не тому, что написано в Библии. Замечали я такое в себе? Может быть, в себе не замечали, но в супруге, наверное, бывало. Чем мы на самом деле руководствуемся? Вот почему этот вопрос для нас на самом деле достаточно актуален. Откуда мы знаем, как строить отношения друг с другом? Вот почему наш урок свой называется библейская модель супружеских отношений. Я бы хотел, чтобы вы сегодня, прямо сейчас, я не знаю, если у вас есть телефон, мы взяли ручку листов, просто в телефон отмечали какие-то мысли, которые будут откликаться из сегодняшнего изучения Библии, которые могут быть полезны в ваших супружеских отношениях. Я бы хотел, чтобы вы могли сейчас ответить на простой вопрос. Сами себе. Микрофон себе держу. Сейчас поменяю. Сейчас поменяю. Вопрос вот такой, пока меняю. Кому вы думаете, вы подражаете, спасибо, в ваших супружеских отношениях друг с другом? Кому вы лично подражаете? Есть такой человек интересный? Вы знаете, мы выросли все в человеческом обществе, и это общество влияло на нас. Иногда позитивно, иногда негативно. Иногда нам что-то нравилось, и мы замечали что-то, что нам нравится. И думали, вот я хочу, чтобы у меня было так же. Иногда мы замечали, что нам что-то не нравится, и говорили, ой, я точно не хочу, чтобы это было у меня вот так. Вот о чем мы и сегодня с вами говорим. Вы знаете, у нас есть альтернатива, либо строить наши отношения по человеческой модели, либо по библейской. И из-за того, что мы выросли в обычных семьях, человеческих семьях, у нас сегодня будет в некотором смысле проверка или переаттестация наших супружеских отношений друг с другом. Проверка или повышение квалификации. Или давайте, если у нас все хорошо, слава богу, у нас будет переподтверждение нашей с вами прекрасной квалификации в наших супружеских отношениях. Но это хорошо спросить себя, кому мы с вами на самом деле подражаем. Вы знаете, в 11 лет я начал заниматься футболом, и во дворе я был чемпион. А потом я начал заниматься в секции, и я понял, что, вы знаете, ну как бы вопрос, с кем себя сравнивать. И я понял, что профессионалы, это не те, кто самоучки, это те, кто тренируется. Потом я изучал Библию, я думал, я рассказал о своей вере всем своим друзьям. А потом меня пригласили в нашу церковь и начали изучать Библию со мной обо мне. И я понял, что мне надо не просто чему-то научиться, мне нужно во многом покаяться. Мне кажется, это очень похоже на ученичество у нас с вами. Что мы многое знаем, но на самом деле профессионалы, это те, кто продолжают тренироваться и применять свои знания на практике. Главная идея нашего изучения в том, чтобы быть христианином дома прежде всего. Потому что мы христиане. Но иногда мы стараемся быть христианами везде, а дома, как знаете, у нас иногда дети говорили, ну хотя бы дома я могу расслабиться? Вот как раз дома точно нужно расслабляться. Но, вы знаете, нужно понимать, что это значит расслабиться дома, правда? Это очень важно быть и оставаться христианами дома. И у меня есть такое простое убеждение, что если мы христиане дома, то мы настоящие христиане. А если мы дома не христиане, ну прости, тогда какие же христиане? Но, слава Богу, у нас есть возможность подражать Христу прежде всего в наших супружеских отношениях. Это как раз то, что Павел пытался здесь сказать, в этом блоке, который касался брака. Давайте посмотрим более подробно. Первый посланник Христиана, 11 глава, с 3 по 10 стихи. Павел говорит, хочу так же, чтобы знали. Что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритой. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть не острижется. Если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для ангелов. Давайте чуть-чуть продолжим дальше. Рассудите сами, Павел говорит, привлично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него. Но если жена растит волосы, то это для нее честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Мы видим здесь подробно, как Павел затрагивает тему культуры собраний, которые были тогда в Первой Церкви, культуры общения и прежде всего общения в супружеских парах. О чем есть речь? У нас будет три момента, о чем мы сегодня будем говорить подробно. Первый момент называется подвластность. Что такое подвластность? Это свойство или состояние, я читаю словарь, от прилагательного подвластной. Ну, словарь, прилагательное подвластное, очень сложно перевести, потому что это значит тот, кто находится под властью. Здесь Библия говорит нам об иерархии, о том, что у всех, кроме Бога, есть своя глава, даже у Иисуса. Это значит, что это не стыдно быть подвластным человеком, а даже совсем наоборот. Здесь есть путаница, про какие покрывала речь. Мы сейчас о чем вообще? Мы в современном мире живем. Зачем нам эти покрывалы? Давайте, на самом деле, в этом разберемся, потому что тема, которую Павел трогает, удивительно, но очень актуальна для нас. Потому что здесь есть путаница с тем, чтобы покрывало было внешним и внутренним. Это физически покрывать свою голову и духовно покрывать свою голову. И здесь, конечно, Павел опять касается каких-то очень сильных традиций того времени, как женщина должна вести себя, как она должна выглядеть. Но зачем об этом речь? Ну, потому что женщины тогда начинали бороться, может быть, не только тогда, за свое равенство с мужчиной. И на самом деле Христос открыл, что женщина — это не второй ссор. Я не знаю, может быть, как раз тогда была борьба именно с этим, потому что Библия говорит о том, что мы все равны перед Богом, мы Божьи создания. Но здесь он говорит о иерархии отношений не потому, что кто-то более важен, кто-то менее важен. И вот на мире более важные обычно бывают те, кто занимает более высокое положение в обществе. Кто в иерархии выше, тот и более важен. Но Библия говорит нам о семье настоящей. И Библия вообще говорит нам о троице. О том, что троицы все одинаково важны. Но здесь он говорит только об отце и сыне. Одинаково важны, но есть порядок даже в их отношениях. Это совсем никак никого не унижает. И то же самое, если мы говорим о семье. Но папа не должен быть мамой, мама не должна быть папой, дети не должны быть родителями. Хотя в некоторых семьях трибутные роли бывают так же. Это значит, что все равны, но у каждого есть какая-то роль. Поэтому в семье должен быть порядок. Вообще, наверное, главная мысль этого урока в том, что Иисус – это потрясающий пример подвластности вообще. Пример скромности, пример доверия Богу. Иисус показывает как раз нам позитивный пример того, как быть подвластным кому-то. Как быть под властью, под властью доброго отца. Потому что быть сиротой – это не благословение. Быть сыном – это благословение. Иисус показал, как это потрясающе – жить в совершенной близости и заботе Бога. И как быть скромным, послушным ему сыном. Тогда если мы говорим о практике супружеских отношений, о чем здесь речь? Муж с покрытой головой, жена не с покрытой. О чем речь? Речь очень проста. О том, когда наши роли в семье могут быть перепутаны, это называется, дисфункциональными отношениями. Поэтому мы начинаем с вами с самого-самого начала. Интересно, что фронологически как раз, если изучать Новый Завет, первый раз, где говорится о супружеских отношениях, это первое послание Беррифиана. В прошлый раз мы использовали седьмую главу, где мы говорили о мациональной и сексуальной близости. И сегодня мы идем дальше, одиннадцатая глава, и потом мы посмотрим вместе, четырнадцатую главу. Это как раз то, с чем церковь сталкивалась, и то, чему Бог по порядку их учил. Поэтому мы с вами начинаем сначала, это очень приятно, следует как раз хронологии Писания. Перепутанные роли, дисфункциональная семья. Вы знаете, сегодня Володя вспоминал Александр Семенович Пушкина, да, я помню, это старуха там и так далее. Вот у меня тоже есть картина, когда роли перепутаны, когда ты у разбитого корыта, когда женат побывает варянка. Вот это как раз не то, о чем в Библии говорит. Вот это как раз о чем Павел здесь говорит, когда жена пытается играть мужскую роль, муж пытается играть женскую роль или роль Бога в отношениях. Я хочу показать, по-моему, картинку. Здесь несколько вариантов иерархии в семье. Вот, вы можете сфотографировать ее. Какие варианты есть? Ну, мы знаем правильный ответ, вот он здесь внизу, как раз Павел его здесь произносит. Бог, Христос, муж, жена. Но на самом деле бывает по-разному. Бывает как? Сначала муж, потом Бог. То есть, муж, конечно, верит. Но Бог совсем не его глава. И, конечно, жена тоже там, в общем, все вокруг мужа. Бывает муж-жена, они вместе, муж-глава, жена под ним. Но Бог где-то там по Богу, хоть не для Бога все это делали. Люди используют Бога для себя, но они не подчиняются Ему, не ученические отношения. Если вообще муж и жена, все хорошо. Муж над женой. Но Бога там нет совсем. Бывает другая практика. Духовное первенство жена решила взять на себя, потому что она сильнее духовно. Поэтому Бог, жена, муж. Ну, либо вообще все вокруг жены. Жена, потом Бог, муж, все, в общем, в подчинении находятся. Все на своих местах, как говорится. Либо жена-глава, муж, в общем, рядом, помогает, хорошо справляется со своей ролью. Бога тоже не там. Очень похоже на то, как должно быть. Есть Бог на первом месте. Потом есть муж. Потом есть жена. Но вы заметили, во всех этих вот наверху здесь кого-то не хватает. Не хватает Иисуса. Потому что Иисус приносит в наше отношение порядок. Потому что разные люди верят в разного Бога. Вроде, казалось бы, читают одну и ту же Библию. Но, знаете, можно Бога по-разному видеть и по-разному видеть, как ему причиняться. Но когда ты смотришь на Иисуса, все становится просто и понятно. Поэтому Павел решил помочь христианам. Быть христианами прежде всего дома. Потому что Иисус может быть примером. Как для женатых, так и для женатых. Давайте немножко поговорим уже более подробно о муже и о жене. Ну, здесь говорится о разных мужьях. Некоторые мужья могут быть независимы или непокорны Богу. Некоторые могут быть, наоборот, неуверенные и безответственные. Поэтому жене приходится взять их роль. Безответственный и неуверенный муж позорит свою голову. То, что написано в Писании. Теперь, кто является головой мужа? Христос. Поэтому безответственный и неуверенный муж позорит не себя, а позорит свою голову Христа, на которого он должен полагаться. И так нам предпочитают полагаться на кого-то, кого он видит. Может быть, даже жену. Вместо того, чтобы полагаться на Иисуса. Безответственный и неуверенный муж не может ввинить в этом жену. Он не жертва. Ему нужно покаяться и взять ответственность за свою семью. И быть главой под главой Бога. Под главой Иисуса Христа. Вы знаете, Библия не говорит нам о том, что нам нужно бороться за власть. Кто из нас станет сильнее? В каких-то вопросах она, в каких-то вопросах я. Но я очень благодарен за то, что у нас духовная семья. За то, что порядок в нашей семье приходит не от того, кто победил друг друга в каких-то вопросах. А приходит от того, что мы можем быть учениками Иисуса Христа. И в том, что эта иерархия касается не только нас. Она касается Бога, Христос, муж, жена. И это приносит мир в нашу семью. Теперь непокорный и независимый муж. Иногда говорит о том, что независимо от того, подчиняюсь я Богу или нет, ты жена, ты должна мне подчиняться. Знаете, непокорный и независимый муж не может требовать подчинения от своей жены. Давайте я еще скажу. Независимый и непокорный муж, вы знаете, скромный, покорный муж тоже не может требовать подчинения от своей жены. И вообще интересно, когда мы читаем отрывки, иногда мы читаем отрывки, и нас цепляет что-то о нас, а иногда нас строгает что-то о других. Так вот, особенно в браке. Очень важно, чтобы мы могли понять, что отрывки, которые мы прочитали только что, они, если написаны для мужей, то это как раз вот для мужей. А если для жен, то есть нам не нужно путать и пытаться читать отрывки из Библии для жен с женом, жены сами должны изучать слово Бога. Жены сами должны поставить себя в правильное положение перед Богом. И когда мы начинаем бороться друг с другом, пытаться говорить о ролях друг друга, а не собственных, тогда мы теряем в мире единство и согласие, о котором мы с вами и говорим. Мне интересно, что здесь говорится о том, что муж непокорный и независимый позорит себя, потому что он становится блудным сыном. И тогда представьте себе картинку, где муж непокорный Богу. Он пытается вести семью, и жена должна еще и подчиняться ему. Куда эта семья вообще придет? Поэтому на этот отрывок нам нужно смотреть все вместе целиком, чтобы каждый играл свою роль. Муж должен играть свою роль, должен быть подвластным Богом. Мы не можем быть лицемерами, братья. Мы не можем требовать от сестер того, что не делаем сами. Но мы можем показать им прекрасный пример. В семье не должно быть дискриминации и не должно быть манипуляции. Когда мы используем Библию для того, чтобы... Вы знаете, у нас было много консультаций, когда нам приходили семьи, и цель, соответственно, супругов была повлиять друг на друга. У них не получалось. Тогда они встречались с нами, чтобы у нас получилось. Это называется манипуляция. Потому что ученики приходят для того, чтобы научиться самим о том, кем им нужно быть перед Богом. Муж без главы Христа или муж под главой жены – это позор и искажение смысла Бога. Вот что я читаю в Библии. И это звучит сильно для меня. И это меня убеждает. Давайте я Таня дам слово, хорошо? На праздник вам сказать. Я вот так не умею. У меня обычно микрофон стоит. Ну, как Леша сказал, весь этот отрывок, он действительно призван к порядку. Он показывает порядок в супружеских отношениях. И для роли жены здесь очень важный момент, что мы без покрытия – это позор мужа, прежде всего, и Бога в целом. Вы знаете, я очень люблю такой вопрос «Верите ли вы в Бога, жены?». Я к женам обращаюсь. «Верите ли вы в Бога?». Почему это важный вопрос? Потому что за этим вопросом следует другой вопрос. Верим ли мы в его право распределять роли и устанавливать порядок и власть? Для меня это очень актуальный вопрос. Потому что если я верю в оба эти вопросы, то почему я так часто, или многие из нас, даже самые, знаете, спокойные и спокойные, все равно у нас внутри бывает такой бунт. Так хочется. Я первый год брата, вот Леша говорил, мы уехали. Мне было достаточно просто его убедить, что я в большинстве случаев права. Я бедная, несчастная. Больше всего виноват ты. И мы нашли вот такой мир. И потом я очень много училась и спорила с Богом очень много. Бог, ты ошибся. Вот, честное слово, ошибся. Как-то должно быть по-другому. В моей жизни. Потому что, ну это же объективно, что я во многом, ну, бываю лучше. А в чем-то, конечно, он лучше. А в чем-то я лучше. И вот такая гордость заплевала, ну, очень много в моей жизни. Потому что в каких-то бытовых вещах действительно я была чуть более организованная. Чуть более, там, не знаю, проворнее в чем-то. Но, безусловно, я безумно благодарю своего мужа. И он удивительный человек. Но сейчас речь вот обо мне. Где я? И на самом деле многие жены действительно сталкиваются с тем, что они должны подчиняться часто даже вообще не христианину. Да? Мы знаем такие примеры. Или их муж, ну, честно говоря, ведет неответственно какие-то дела, финансовые дела. И жены себя часто чувствуют незащищенно. Бывает алкоголизм, бывает насилие. Так много тем. И мы смотрим. И для нас это как будто бы, ну, видишь, вот это все показывает мне, что я имею право вести. Или я имею право не довериться. Давайте так, хорошо. Я какую-то часть отдаю Богу и мужу. А какую-то, Бог, ты же видишь. Это просто даже опасно. Я вот сейчас даже не буду об этом говорить. И я оставляю ее себе. И вот что я хотела сказать. У нас будут другие уроки важные, когда мы будем учиться, как нам взаимодействовать. Потому что Библия не отменяет отрывка «Будь простотушный, как голубь, мудрый, как змея». И я тоже учусь, как нам договариваться и так далее. Но если мы не примем от Бога вот эту позицию свою, нашу роль, которую Бог нам определил, вот в этой иерархии, как Леша читал. Вы знаете, ну вот этот договор, он основной. Когда есть вот этот договор, будет вот так. И что меня поражает в Христе? Он в эту позицию встал добровольным. Почему? Потому что Он знал, если Он свою роль сыграет до конца, будет тот финал, который мы с вами все знаем. Будет победа Бога, будут небеса, и мы можем туда рассчитывать попасть. Если мы свою роль не признаем в этих отношениях, то есть вот эти все уроки о прощении, обо всем, это вот потом. Вначале вот эта не очень удобная для женщин часто позиция подвластность. Вот если мы вот этот договор с Богом, мы, потому что, к сожалению, даже самый плохой муж, он не меняет, Бог не меняет из-за него вот этот отрывок и иерархию. Утешает, что каждый из наших мужей будет стоять пред Богом и отвечать за свое ученничество, но вызывает то, что и мы будем с вами стоять пред Богом и отвечать за свое подчинение Богу и мужу. И это требует удивительной скромности от нас и доверия Богу. Для меня это так. Мне страшно поначалу. Я думала, помните, как апостолы говорили, Иисус, если вот это вот все вот так, то лучше мужчине не жениться. Я иногда думала, подождите, я, конечно, понимала, но чтобы вот так, лучше бы, наверное, было бы не выходить замуж. Но, конечно, я благодарна Богу, я очень счастлива. И повторюсь, у многих из вас даже можно по-человечески найти оправдание. У меня вообще почти совершенный муж, я так для себя вижу. И уж у меня оправданий нет. Это что-то обо мне, понимаете? Вот этот вот отрывок, это что-то про меня. Не про моего мужа, или про ваших мужей, или про мужчин в целом, а что-то про нас. Если мы верим в Бога, если мы доверяем Его видению распределения всех ролей, мы действительно перестаем спорить. Вернее, даже если у нас появляются такие искушения спорить, мы найдем в себе духовные силы подчиниться и быть скромными в наших отношениях и с Богом, и с мужем. Пару слов о себе, как Леша говорил, действительно, для меня это самый большой, вернее, это я сама о себе говорю, что это самый большой вызов для меня, потому что мне все время хотелось переписать наши роли, или хотя бы, давай так, 50 на 50, в чем-то я веду, в чем-то ты ведешь. Как бывает торг, как у детей бывает торг, один возраст, и вот это ты договариваешься, все-таки, сколько можно того или того. У меня этот торг был часто, и это был мой самый один из сильных вызовов. И действительно, я часто себе задавала этот вопрос, где я в этих отношениях перед Богом, и это помогало. А еще я часто могла замечать, где его ошибки, это бывает после периода влюбленности, вдруг видно. И, знаете, здесь у меня есть такое маленькое упражнение, которое мне помогает. Это мое личное упражнение, мне жалко, что я говорю при мужей. Обычно легче учить без мужей. Знаете, они не слышат, чего мы тут учим друг друга. И они не воспользуются. Но я верю, вы не воспользуетесь такой подсказкой, но когда я замечаю грехи мужа, и мне они кажутся гораздо большими в каком-то конфликте, мне нравится такая фраза. Одна сестра сказала, когда я говорила, слушай, ну почему он тебе не нравится? Я говорю, ну он такой вот, ну как бы вот здесь не так, там не так, не совсем та мечта, которая, может быть, была поначалу. И она говорит, а ты себя-то в зеркало видела? Это немножечко грубовато, это только между нами с сестрами такое бывает, но мне эта фраза, знаете, помогает, когда я начинаю видеть его грехов, и они гораздо больше, я себе думаю, а ты себя-то видела в зеркало, да, ну в смысле со стороны. То есть это помогает ускромниться, это помогает понимать, что и я грешница, это помогает понять, что действительно довериться Богу и найти единство. Но еще я хотела подчеркнуть одну очень важную вещь, как жена. Вы знаете, Леша мне очень помогает становиться, это может быть к мужьям, два слова. Я не учу, но я хочу поделиться, насколько мне помогает встать в правильную позицию, когда я вижу его в правильной позиции, когда я вижу его скромным, когда я его перед Богом, и передо мной в том числе, когда я вижу, когда он снисходительно относится к моим забастовкам. Знаете, серия как, знаете, головы на тебя не хватает, я сразу под его крыло, знаете, и мне сразу, ну какое-то вот такое место. Но когда это не происходит грубо, я очень соревновательная и очень хочу, да, если со мной идти с войной, то есть я, ну, хочешь войны, получишь войну, из этой серии. Это область моего роста, но тем не менее, соревновательность вот так, в полоборота. И поэтому я благодарна за его мудрость, что он знает, что он глава. И вот когда он тверд в этом, вы знаете, как бы я ни поставала, честно говоря, это, ну, все в порядке. Он знает свою позицию, а я свою займу. Бывает, как он говорит, да. Но если я чувствую, что я могу повлиять своими страпами, своими слезами, своими авторитетом своим каким-то, не знаю каким, но вот каким-то, то и он зашатается, то, конечно, это не делает меня уверенной, наоборот. Поэтому его добрая власть и подвластность Богу, они очень сильно помогают мне. И я очень за это благодарю. Спасибо. Вы знаете, да, спасибо, Таня. Я очень благодарен Тане, потому что было несколько раз в моей жизни, когда я, как я называю, опростоволосился. То есть как голова, знаешь, ну, в общем, плохая была голова, какие-то решения принял, то ли мы финансово проиграли, в чем-то там еще что-то. Бывают в жизни ошибки, да, такие. И я безумно благодарен Богу и Тане за то, что в этот момент она мне говорит, ну, вот как бы все больше не достоин вести. И никогда было, несколько раз, три раза мы вспоминали ситуации, которые были такие достаточно серьезные в нашей жизни. И на самом деле, что меня больше всего поддерживало, это где она говорила, не переживай, я с тобой, со всеми бываю. И это было просто невероятная поддержка, потому что это не наш договорчик только, это наш договор вместе с Богом, и то, что Бог есть в нашей жизни, который помогает через все пройти. То есть, в конце концов, не я глава нашей семьи. Это что утешает меня и ее в том числе. Я ее глава, но глава нашей семьи это Христос. И несмотря на все мои ошибки и несовершенства, у нас все происходит прекрасно, из-за того, что он прекрасная глава, и он справляется, даже если я не справляюсь. Но я очень благодарен тебе за то, что ты не упрекал меня, когда было за что. Поэтому огромное спасибо. Поэтому я очень благодарен Богу за то, что в этой иерархии нет только муж и жена, но есть Бог, Христос, муж и жена, и тогда это наводит порядок во всей нашей семье. Я рад, что Бог не ошибся, дав нам те полы, тот пол, который нам был нужен. Правильно сформулировано. И Бог не ошибся в ролях, которые каждому полу были поручены. И вы знаете, если читать Библию, есть разные примеры пар. Есть много не очень хороших примеров, на которых мы можем вместе учиться. Например, Адам и Ева, который... Адам был безответственным. Ева там вообще чем-то занималась непонятно чем. И Сатана ее обманул, и вместо того, чтобы помочь Еле, он последовал за ней. И да, Ева искусилась, ну вот женщина, что же делать? Ну ты-то где был? Это очень хороший урок для нас. Или есть другой пример. Была такая пара Ахав и Изавель. Здесь другая история. Ахав был так себе, как бы царь, можно сказать. И Изавель, она говорила так. Ну, короче, не справился, ничего страшного. Я сейчас вместо тебя там всем покажу. Другая картинка. Или она не Сафира. Мы вообще жили в мире и согласии друг с другом. Договорились друг с другом легко. Проблема, что с Богом были не едины. И Бог наказал их. Вы знаете, это очень важно. Порядок нашей семьи, иерархии нашей семьи, который Бог усыновил. И у каждого из нас есть свои вызовы, свои роли. Нам нужно исследовать. Спросите себя, кто управляет вашей семьей? Бог ли? Христос ли? Какая на самом деле модель? Давайте посмотрим еще раз. У вас есть фотографии. Модель отношений. Можно иметь там, где вот эти все семьи, сколько их там? Да. У меня есть домашнее задание для вас. Пожалуйста, подумайте, какая у вас модель. Вы знаете, иногда она может не совпадать, это как раз причина ваших конфликтов. Это причина наших конфликтов. Когда мы думаем, что так должно быть, а на самом деле кто-то из нас думает так, кто-то не так, и вот как раз все это. В общем, надеюсь, эта картинка вам поможет. Но сейчас, поменьте себе, мы уже достаточно много сказали. Какая тенденция есть в вашей семье отклоняться вот от этой тенденции, которая Богом установлена для супружеских отношений? Какая ваша тенденция? Иногда несколько. Поменьте себе, какая ваша тенденция? Кто глава вашей семьи? Муж, жена или Христос? И кто ваша глава? Если она есть такая. Что такое духовность? Духовность – это подражание Иисусу. О, теперь я начинаю понимать, как пример Иисуса может быть полезен даже для неженатых. Даже, прошу прощения, наоборот, даже для женатых, потому что он пример подвластности Бога. И тоже, если ты дома христианин, то ты настоящий христианин. А если ты не дома христианин, то ты христианин или нет? Вы знаете, в подвластности есть благословение, это жизнь в присутствии Бога. В его мире, в его заботе и любви. Вне подвластности есть проклятие. Это ссоры, боль, разобщенность. И как Павел здесь говорит, это позор. Слава Богу, мы живем во Христе, мы можем покаяться просто, попросить прощения друг у друга. Бог прощает нас, мы можем прощать и двигаться дальше. Давайте посмотрим, что еще Павел говорит здесь к христианинам. Первое послание к христианинам, 11 глава, мы пропустили там два стиха, которые тоже очень важны, 11 и 12 стих, где сказано, «Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа, в Господе». Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Вы знаете, иерархия, как мы с вами говорили, это не повод для превосходства друг перед другом, это порядок в отношениях. Но что здесь мне нравится, здесь сказано, не муж без жены, не жена без мужа, но вот очень важные два слова, в Господе. Не просто муж с женой, кто-то там, как-то они договорились, но в Господе, вместе с Господом. Поэтому у меня есть немножко даже другая картинка, и второй пункт нашего урока называется взаимозависимость. Взаимозависимость, дословно, вот что написано в словаре, это состояние взаимной ответственности, зависимости друг от друга, кого-либо, кого-либо или чего-либо, связь, в которой ни одна из сторон не может обойтись без другой. Это точно, что Бог посмотрел на Адама и сказал, плохо быть человеку одному. Нужен помощник. Теперь не просто тот, кто на подхвате, обслуживающий персонал, но помощник. И чаще всего это зеркало. Вчера мы ходили в кафе с одной нашей, с друзьями, мы сидели друг напротив друг, пытались понять, где нам лучше сесть. И была это вот просто вот картинка. Я смотрел за Танину спину, мне было видно половину зала, кафе. Таня смотрела за мою спину, и мы смотрели, мы видели все. Это вот та самая картинка, когда жена является зеркалом для мужа. Во-первых, она показывает тебе, кто ты. Это очень важно самому спросить. Я уже понял, за 20, почти 8 лет получается. Лучше я спрошу, потому что она все равно скажет. Я благодарен Богу. У меня такая шина, которая не промолчит. То есть у меня нет шанса уйти куда-то в сторону. Слава Богу. Не всегда это приятно, я честно скажу. Но это его забота и защита как раз. Чтобы я, знаете, как зеркало заднего вида. Ты просто видишь, что там происходит, но без него ты не знаешь, как вести машину, как управлять своей жизнью. Это зачем Бог мне должно. Я очень благодарен. Плюс мы видим по-разному. Я вижу одно, она видит другое. Я на одно реагирую, она на другое. И когда мы едины, это просто, просто красота. Господь. Бывают разные динамики в отношении. Папа и дочка. Начальник и подчиненные. Хотя Бог задумал, конечно, партнера и друзья. Другая картинка. Мама и сынок. Старшая сестра и младший брат. Хотя Бог задумал старший брат и младшая сестра во Христе. Главная наша идея, что никто в браке не должен доминировать. Потому что мы имеем равные права взаимно влиять друг на друга. Давайте я спрошу вас. Вам плохо быть одному? Или хорошо? Вы знаете, мы команда. И прежде всего мы команда друг с другом. Мы семья, а не армия. Поэтому единство и согласие достигаются по доброй воле, а не насильно. Правда? И спросите себя, кто на кого имеет право влиять в ваших отношениях друг с другом? У кого есть такое привиление? У мужа на жену или у жены тоже? Бог создал нас для того, чтобы мы могли зависеть друг от друга. Мы не могли, мы не созависели и мы не были независимы. То есть это влияние должно быть равноправным. Потому что роли ролями, но влияние это немножко другая история. Давайте мы сделаем следующее. Я смотрю, что вы сидите не все с мужем, с женой, ничего страшного. Потому что сейчас я бы хотел, чтобы вы могли потратить несколько минут и сказать друг другу по секрету. Друг другу это кто? Не муж жене, а муж мужу, а жена жене. Я просто не хотел, чтобы у нас начался конфликт прямо сейчас. Давайте конфликт будет долго, хорошо? И пусть он хорошо закончится, иногда нужны конфликты. Но давайте мы друг другу скажем. Давайте мы да, вот как раз картинка. Бог Христос, муж, конечно, глава, но это взаимозависимость. Вот такая картинка. Есть на самом деле в Писании, как мы только что с вами прочитали. Библейская модель отношений взаимозависимости. И тогда вопрос вот какой. Как вы себя чувствуете о вашем влиянии друг на друга в семье? То есть, вот эти две минуты, когда мы будем общаться, я вам разрешаю жаловаться. Я шучу. Наша цель не говорит, какая у меня ужасная жена или какой ужасный муж, но быть открытым. Потому что наши отношения друг с другом нуждаются в том, чтобы мы могли свою борьбу с кем-то разделить. И это не значит, что я рассказываю всем, какая у меня ужасная жена. Я рассказываю то, через что я прохожу в отношениях. И она рассказывает, через что она проходит. И поэтому, из-за того, что мы не одни, у нас есть Бог, Библия, но есть тоже церковь. Наши отношения, даже если они проходят разные сложные периоды, они под хорошим влиянием. Мы учимся, как быть взаимозависимыми. Давайте, мужья, друг другу два слова, жены, друг другу два слова. Как вы себя чувствуете о вашем взаимном влиянии друг на друга? Хорошо? И у нас будет еще один открыт. Давайте продолжим, пожалуйста. Оставайтесь сидеть и сидите, потому что вы еще раз, вы еще один вопрос, который вам нужно будет обсудить дружинку. Мужья с дружьями, жен и женой. Давайте, причиняем последний открыт. Но он длинный. Помогите мне, пожалуйста. Отлично, спасибо. Давайте продолжим. Первый, христианом 14 глава. Один из братьев подошел, когда я в интервью и сказал, что Библия говорит неплохо быть человеком одному, а нехорошо. Это правда. Это гораздо более позитивно. Нехорошо быть одному. То есть цель была, чтобы было хорошо. Первый, христианом 14. Итак, что же, братья, если вы сходитесь, если у каждого сходитесь в мысли собраний в церкви, да? Мне обязательно в зале, я имею в виду, когда вы общаетесь друг с другом. У каждого из вас есть псалом или поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порозит, а один изъясняет. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. И если же другому и сидящим будет откровение, то первым молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквях, у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволены им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему-то научиться, пусть спрашивают о том думу мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Давайте разберем, мы с вами разобрали идею покрытия, чтобы вопрос покрытия не связан непосредственно с вуалей или с чем-то, а больше это вопрос внутреннего нашего отношения. Также и здесь давайте разберемся, мы, наверное, самые сложные такие отрывки взяли. Вот. Но я думаю, если применить их к браку будет достаточно просто, потому что Павел здесь учит церковь о культуре и порядке общения друг с другом и порядке богослужения. Потому что талантов было много, а порядка мало. Вот так выглядит. И здесь сказано о том, что Бог приносит в наше общение друг с другом, в нашей жизни как раз духовный порядок и мир. И присутствие Бога это как раз мир, порядок, полнота и в общении, и в семье, и на наших собраниях. Выглядит так, что не были проблемы там у коринфян. Они перебивали друг друга. Здесь не вопрос мужья-жены, а вопрос мужья-мужья. Пророки и пророки бывало. Перебивали друг друга, перекрикивали, умничали, командовали и так далее. Поэтому третий пункт нашего урока называется субординация. Который касается не только субординации между мужчинами и женщинами, но вообще субординация в общении, в отношении. Что такое субординация? Это слово произошло от латинского подчинения, это положение индивидуума в иерархической системе каких-либо отношений. Павел здесь пытается сказать, что цель наших встреч это не красочные выступления. Это взаимное назидание. И было классно, потому что у них у всех было что сказать. Но было не классно, потому что порядка не было в этом процессе. И цель была, Павел напоминает, что цель встреч это взаимное назидание, что это значит, чтобы всем было хорошо и выглядит так, что у них не получалось. Потому что они встречались не ради друг друга, а ради самих себя. И тогда Павел учит их церковь, достаточно молодую церковь, потому что Бог не приносит беспорядок. Если есть беспорядок, значит недостаточно субординации. И если читать этот отрывок в контексте, то там пророк, если кто-то другой говорит, ты молчи. Как я учу во всех церквях, пророки должны молчать. Зачем они пророки, если они молчат? Идея субординации. Так же и жены молчат, не в смысле слова не могут произнести в храме Господнем. Но в смысле порядка, давайте разберемся. Потому что идея этого учения это эффективное общение, которое называется диалог. Диалог это когда не монолог, не когда один говорит. Но диалог даже это не больше вопрос, когда кто-то говорит, а когда все слушают. Идея этого отрывка в том, что мы могли слышать не только друг друга, но за всем этим мы могли слышать Бога, потому что Павел как раз Бога, который иногда находится за кулисами, приносит на первый план и говорит, слушайте, Бог не приносит беспорядок, Он приносит мир. И даже духи пророческие, если там что-то у тебя открылось, это не значит, что надо перебивать кого-то. И так далее. в нашем общении часто нам решает гордость, когда мы думаем, что мы лучше знаем, просто если все сейчас помолчат, я им сейчас расскажу, и все сразу счастливы. Или все ближе, мы говорим, да, все разговаривают, а я как же. Что нам поможет в нашем общении? Конечно, это скромность, терпение, доверие, вера в то, что Бог ведет уважение и так далее. Но здесь очень четко сказано, что на наших собраниях, это необязательно где есть сцена. На наших встречах друг с другом жены, женам не дано учить и вести. Ну, ничего нового, мы только что в одиннадцатой главе об этом говорили. Но здесь еще раз Павел подчеркивает с точки зрения практики общения друг с другом. Почему? Потому что жены не справляются с этим, вернее так, они не должны справляться. Им не надо справляться, им даже стараться не надо справляться. У них другая роль. Это роль мужчины вести, учить, заботиться, но вместе с Господом не потому, что мужчина лучше, мы равноценны перед Богом, потому что роли разные. Женщинам нужно помогать, а не замещать. Давайте Таню предоставим слово. Мне больше первый, этот, предыдущий пункт нравится, соединенная зависимость, а это слово супординация, знаете, нагрех наводящее такое слово. но на самом деле действительно важный такой пункт для женщин субординация сложно. Мне так кажется сложно. Наверное, как раз в силу моего личного темперамента. Может быть, тем, кто более покладист и тихо по себе, по своей природе, может быть, вам полегче, не знаю. вот это почему я часто спорила, Бог, ты точно не ошибся в состав? То есть, если ты мне определил роль, почему ты мне дал такой темперамент и мудрость, знаете, такая вся мудрость, потому что, ну как же ей не поделиться? И как же не сделать так, чтобы все гораздо быстрее тебя послушали, и все будет намного лучше, чем вот то, что как придумали некоторые братья. Бывает так. Но на самом деле действительно женщины в своем вот в таком пути независимости ушли очень-очень далеко от замысла Бога, от картинки библейской, от вот этих всех ролей. На самом деле я очень люблю сейчас нашу вот эту картинку с Лешей браком, библейскую картинку, не нашу, но библейскую. И мне нравится видеть, как мы команда. И это как сегодня чемпионат мира начинается по футболу, и там тоже все, каждый свою роль, но они все команды, и они все достигают какого-то результата от того, как они играют в своей роли. Вот я люблю вот так смотреть на нас, и мне кажется, что в целом мы побеждаем вдвоем, когда мы исполняем правильно свои роли. и когда я переполняема чувствами, и мне кажется, эта мудрость прет из меня, но Леша всегда говорит, эта гордость прет из меня. На самом деле, если я действительно соблюдаю вот эту субординацию, то поверьте, все наши встречи, беседы о Библии, будь то, будь то времена с кем-то, они все заканчиваются гораздо быстрее, и все проходит более гладко, чем вот этот момент, где я позволяю себе своей мудрости, знаете, выскочить, перебить, и обратить внимание на то, что как-то это все не так, а если послушать меня, то будет так. У меня тоже здесь есть небольшое упражнение для меня самой, оно называется господин. Господин, потому что когда-то в самом начале мы ставили такой спектакль, мы были студентами, мне было 20 лет, мы ставили сценку к... это была Пасха, и я, мне досталась роль, Саша-то только вел этот весь спектакль, и мне досталась роль жены Авраама, я была Сарой. У меня было всего две фразы, не желать ли господин отпущить? Нет, я не помню, кто был Авраам, не Леша, а здесь суть, это моя фраза была, господин, да? И вторая фраза у меня была для Лота, потому что Лота это применник Авраама, и я его посылаю за дровами, и мне 20 лет, и я как господин не желаю для вкуши, ужасно, Саша, никак, то есть я повторяла эту фразу раз 20-30, чтобы достичь правильного тонн, потому что даже понимая фразу, и что это всего лишь спектакль, вы представляете какой бунт внутри, что даже эту фразу, а вторая фраза Лот, принеси дрова, то есть тогда Саша мне целая лекция прочитала, что женщины даже мальчиками, ну, мужского пола мальчиками не могли так руководить, как я, Лот, ты знаешь, принеси дрова, и так далее. То есть это была тренировка, и вот с тех пор я иногда думаю, а я сейчас себя вот так веду, а если бы это был действительно мой господин, представляете, какие вы господин, то есть вот эту фразу про себя говорю, господин, и это помогает, потому что это же реально господин, а у меня вот как-то даже на уровне игры, а сейчас я подумаю так, и тогда я буду скромнее, то есть в общем учиться, учиться и учиться лично для меня, если вы хоть как-то похожи, наверное, то же самое для вас, и это упражнение очень помогает расставить вот эту субординацию и понять, где моя ответственность в команде, а где его. Еще хочу маленькую такую вещь сказать, я тут записала очень красиво, на самом деле в этом уроке есть призыв к нам, сестрам, доверять Богу, о том, какой наш глава, какой наш господин, да, соответственно, но вы знаете, удивительно, потому что Бог нам доверяет этого господина в том числе, доверие здесь бывает, ну, не бывает, а оно здесь двухстороннее, потому что каждый из наших мужей, это горячо любимый Богом сын, так же, как Леша говорил, что мы любимые дочки Бога, вот мужья, они любимые сыновья, и Господь тоже нам доверяет, насколько мы исполним свою роль, насколько мы позаботимся о нем, насколько мы поможем, насколько мы подстрахуем и будем действовать как команда, а не как соперники, соревнуясь в том, кто из нас умнее, быстрее, духовнее, кто из нас там, вот, и так далее. Поэтому это важный урок и мое домашнее задание сестрам больше в том, чтобы вы действительно подумали, доверяете ли вы Богу и Его замыслу о ролях, и тогда с чем ты борешься, какие твои страхи в этой борьбе, где ты не доверяешь мужу и Богу. И второй вопрос, оцени свою картинку женщины в этом мире, и какие сьяны ты видишь по сравнению с Библией, где ты подражаешь, как Леша учил, чему мы подражаем. У нас там бывают, не знаю, романы, журналы, еще что-то, звезды какие-то, светские, то есть мы все равно кому-то подражаем, мы на что-то ориентируемся. Вот подумай, где это не гармонирует с Библией, и где тебе нужно корректировать эту картинку и действительно исполнять достойно свою роль. Спасибо. Спасибо. Искушения у нас одинаковые у мужчин и женщин. Первым стоит учить, говорить, а не слушать. И вызовы у нас одинаковые на самом деле. Поэтому мы дети Бога. Вызовы слушать, учиться, служить, потому что мы семья учеников, а не семья учителей. Я думаю, что проблема бывает в нашей семье, когда мы вдруг становимся семья учителей. иногда кто-то директор школы, кто-то еще в разные роли. Но на самом деле, когда мы школьники, когда мы ученики Иисуса Христа, мы уважаем друг друга, потому что главное для нас это слышать Бога через друг друга и тоже слышать друг друга, чтобы в нашей семье никто не чувствовал себя неуслышанным. У меня есть вопрос к вам, друзья. Вы себя в вашей семье, вот в вашем супружеском союзе, чувствуете себя услышанными. Потому что это тогда цель субординации. Не субординация ради субординации, а чтобы мы могли быть услышанными. И тоже мне интересно, а Бог себя услышанно чувствует в вашей семье? Это наша цель, вот зачем нужна субординация. Чувствуете ли вы себя ценными, важными, нужными? И как себя чувствует твой супруг или твоя супруга? Чувствует ли он себя таким образом? Субординация взаимозависимости, как мы говорили, возможна только в Господе. И я думаю, что семья часто выступает индикатором нашей духовности. Как мы подражаем Христу в семье, такие мы и ученики. Если мы христиане дома, то мы настоящие ученики. И как мы читали здесь, Бог приносит в наше сердце, в нашу семью, в нашу жизнь, духовный порядок и мир. И тогда вы можете посмотреть на себя, то, что происходит в ваших сердцах, то, что происходит в ваших отношениях, и спросить себя, какая атмосфера в моем сердце и в моей семье? и если это порядок, значит, там есть субродинация и взаимозависимость и подвластность, все в порядке. Если нет, то тогда есть ли там Бог? Потому что Бог, не Бог не устройства, не Бог беспорядка, но Бог мира. И когда Брами говорил, у нас есть разный характер, разный темперамент, и у кого-то бурный темперамент, но вы знаете, вызов не темперамент, вызов скромности перед Богом. Я бы хотел, чтобы мы могли спросить, поделиться друг с другом, мужья с мужьями, три минутки, большой разговор можно сделать отдельно, но просто две минутки, ваш отклик на вот этот вопрос. Чувствуете два вопроса, чувствуете ли вы себя услышанными, да или нет, и что в атмосферу вашей семьи приносите вы, потому что иногда мы смотрим друг на друга, но не смотрим прежде всего на себя. Скажите друг другу, буквально минутка-две, как вы себя чувствуете? Мы тогда закончим, потом у нас будет причащение. Ну что, продолжим? Что вы поняли сегодня? Ну я понял, что если нет порядка и мира в семье, значит там нет Бога, потому что Бог не Бог беспорядка. Если нет мира и порядка или нет Бога, значит нет подвластности, и поэтому нет субординации. Если нет подвластности, значит я не как Иисус. Если я не как Иисус, значит я не христианин, по крайней мере на данном этапе, значит мне надо покаяться и быть христианином. Потому что если мы христиане дома, то мы настоящие христиане. Вы знаете, Иисус показал прекрасный пример совершенной радости этой подвластности, не бремени, не обязанности, а радости жизни в близости с Богом, в заботе, мире и детстве. И поэтому у нас есть прекрасный с вами пример, который может подражать прежде всего в наших отношениях друг с другом. Итак, откуда мы знаем, как строить отношения? Ну мы по-разному откуда знаем, но у нас есть Библия. И кто приносит мир в наши отношения и духовный порядок? Вы знаете, многие думают Бог, но если вы помните картинку, мы можем много вот этих вот там схем пытаться, но на самом деле если не хватает Иисуса, то начинается беспорядок. Но когда Иисус привносится в эту картину, мы живем в мире и порядке друг с другом. Поэтому давайте будем подражать Христу прежде всего в самых важных отношениях нашей жизни, в отношениях с супругом. И тогда у нас будет мир и порядок и в наших семьях, и в наших душах, и в наших сердцах. И пусть Бог нас благословит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok